Человек, который этого не делает в своей жизни, рассчитывать на успешную жизнь не может, потому что главная проблема человеческого существования — это усталость, напряжение, которое копится у человека в жизни. И оно это разрушает всё, начиная от работоспособности, заканчивая семьёй. Понимаете, часто люди расходятся не из-за того, что у них нет возможности любить друг друга, а из-за того, что они просто устали от жизни. И они думают, что они устали от близкого человека, а на самом деле просто им не хватает энергии природы. Я могу простой пример привести. Допустим, если вы съездили на весь день на природу, погуляли там, поигрались, побегали, приезжаете домой, вы же видите, какое у вас хорошее настроение, хорошее отношение, вы чувствуете себя лучше, беседуете, общаетесь лучше. Вот я об этом сейчас говорю. Люди недооценивают это, понимаете, важность этих вещей. Недооценивают. Смотрите, очень важно знать, что люди все живут в трёх слоях общества. Три слоя общества существуют. Эти три слоя зависят фактически от трёх энергий, которые существуют в этом мире. Первый тип энергии – это энергия овладевает людьми, когда люди полностью сосредоточены на себе, замкнуты на себе, и их концепция счастья такая. Я хочу быть счастливым. И если кто-то мне помешает в этом, то я буду сражаться с ним. То есть это концепция полного дремучего эгоизма. То есть чувство, собственно, достоинства человека глухо повёрнуто на себя, разворачиваться не собирается. Человек такой, как он выглядит, как живёт. Он может быть, в принципе, достаточно образованным, развитым. Не обязательно, что он будет пить и курить. Но этот человек упрямый, как баран. С ним договориться невозможно. То есть он всегда настаивает на своём, будь то женщина или мужчина. Этот человек не способен строить взаимные отношения ни с кем. Если это начальник завода, то он очень деспотично себя ведёт. Если это подчинённый, то он как бы упрямится, никогда не соглашается ни на что. Всегда в конфликте находится. Если это женщина, то она постоянно находится в конфликте с мужем. Истелит, как бы депрессники находится. Не хочет с ним нормально выяснять отношения. Они всегда требуют исполнения своих желаний. Не готовы вообще даже воспринимать, что есть какие-то другие желания. Это называется жизнь невежествия. Чаще всего она приводит к депрессии у женщин и разочарованности в жизни. А потом дальше, после депрессии, следующая стадия жизни невежествия у женщин. Это алкоголь, проституция и курение. У мужчин жизнь невежествия означает, первая стадия – это агрессия и очень жёсткое конфликтное отношение ко всему этому миру. А вторая стадия – то же самое – алкоголь, проституция и курение. Есть особый слой невежественных людей. То есть невежественную жизнь всегда подталкивают теневой бизнес. Это наркотики, всякий бизнес, алкоголь, наркотики, курение. Любые махинации, связанные с обманом людей, воровство, грабёж и так далее. Ну и весь уголовный мир – это жизнь невежествия. Знаете, что у людей в невежествии, у них всегда чувство собственного достоинства находится сзади. То есть они все находятся, по факту эти люди, немножко в депресснике. Но чаще всего они ни себе, ни другим об этом не дают знать. Ну то есть думают, что этого не так. Ну допустим, если человек постоянно выпивает, невзаметно, что он в депресснике, правда? Он такой весёлый всегда, счастливый. Но его психика находится в глубоком подавленном состоянии. То есть он находится в состоянии самоуничтожения такой человека. Имейте в виду, что когда женщины думают, что, допустим, мужчина выпивает, он плохой, он невежествия, а я такая хорошая. Знаете, что всегда на любого пьяницу есть женщина, которая не может принять мужчину, не может с ним согласиться, находится в обиде и в депрессии. Это невежество по-женски. Понимаете, всегда женские энергии скрыты от истины. То есть женщине всегда кажется, что она хорошая. И так устроен этот мир. То есть мужик всегда дурак, а женщина всегда хорошая. Понимаете, когда мужчина выпивает, женщина думает, за что мне такой святой этот дурак достался. Знаете, что если мужчина выпивает, то рядом с ним находится женщина, которая находится в депресснике и в жутком противостоянии по отношению к мужчине. Именно это и заставляет мужчину пить. Это называется для женщины жизневежествие. Запомните, жизневежествие никогда не дает никакого выхода, никакого успеха, никакого счастья. Она ведет к деградации и разрушению. Как выйти из этой концепции? То есть надо понять, что концепция невежественного существования человека ведет только одна вещь. Я хочу быть счастливым, на все остальное мне наплевать. Вот если тебе наплевать на близкого человека, на других людей, то ты не выйдешь из этой концепции. Для того, чтобы из нее выйти, надо начать заставить себя думать о других людях, заставить себя учитывать их интересы, заставить себя прощать, терпеть, заботиться о людях. Иначе выйти из невежественной концепции невозможно. Если рядом с вами живет человек в невежественной концепции, ему все по барабану, если вы с ними начинаете разговаривать, он вам в морду. Если женщина начинает говорить, она истерит, она не хочет ничего слушать, никого понимать, никого принимать, она хочет жить только так, как хочет и все остальное до фени. Если вы с таким человеком живете, то это значит, что вы в прошлой жизни были таким человеком, Бог вас за это наказывает. Что делать? Запомните невежество, это энергия, которая разрушает жизнь. Не важно, это ваша судьба или нет. Поэтому единственный способ общаться с таким человеком, это дистанция. Чем больше вы к нему приближаетесь, тем больше вы сгораете. Ему ничего нельзя ни объяснить, ни доказать. Понимаете, этот человек может научиться только с помощью милости людей, то есть его может просветлеть только ваша молитва и его собственные страдания. Самый лучший способ научить этого человека, это привести его к состоянию, в котором он поймет, что так жить дальше нельзя. Иначе он из этой концепции не выйдет. Он настолько упрямый и упертый в этой концепции человек, что он просто разговорами, убеждениями точно не поможешь. Только жизнь может поменять этого человека. Поэтому, если вам Бог дал такого человека жить на расстоянии, как определить дистанцию вашим самочувствием? Если вы чувствуете себя более-менее нормально, эта дистанция нормальна. Если вы чувствуете, что вы сгораете от унижения, от оскорблений, от жестокости, то надо же дистанцию увеличивать. Вплоть до того, что жить отдельно, но не бросать человека, ставить ему условия. Понимаете? Потому что, еще раз повторяю, бросая, вы не достигаете цели. То есть, бросая человека, вы нарушаете закон Бога и остаетесь одна. То есть, ставить условия, он, если хочет исправиться, давать шанс. Обычно мужчине нужно где-то 3-4 таких цикла. То есть, вы ему ставите условия, он трезвеет, понимает, что надо менять жизнь. Вы говорите, я согласен на эти условия. Вы начинаете жить вместе, он срывается, опять жить отдельно, и так 4 раза где-то. На 4-5 раз он встает на правильный путь жизни, и Бог вам за это будет благодарен. Теперь, женщина, если вы живете с таким человеком, он издевается над вами, бьет, насилует, и вы терпите, то это грех больше даже, чем само действие этого человека. То есть, вы позволяете этому человеку становиться змеей и копить яд. Понимаете? То есть, позволять этого нельзя никому, и нигде, и никогда. Никто не имеет права совершать насилие над человеком. Если вы позволили, это грех, за который будете отвечать перед Богом. Чуть-чуть насилие началось, дистанция. Понятно? А дети в таких семьях, если дистанция есть, то психика детей тоже сохраняется. А если дистанции нет, она разрушается у них. И они точно такими же становятся, как родители. Это судьба детей, они получили это в наказание за свои прошлые поступки. Если некуда уйти, значит, тогда надо молиться, что было куда уйти. У человека нет безвыходных ситуаций в жизни. Есть просто безвыходное внутреннее состояние. Теперь следующий слой жизни называется жизнь страсти. В нем живут 90% людей. Это про всех нас. Что такое жизнь страсти? Это когда у человека концепция жизни такая. Я хочу быть счастливым. И хочу, чтобы были счастливы мои близкие, мои друзья, моя страна. Все. Но, понимаете, в чем заключается проблема этой концепции? Заключается в том, что человек хочет быть счастливым для всего моего. Ну, то есть, понимаете, человек все равно, это называется скрытый эгоизм. То есть, чувство собственного достоинства все равно повернуто неправильно. Оно не повернуто на развитие и на получение силы и счастья и радости. Оно повернуто на себя. И поэтому это скрытое чувство, скрытое, как бы, концепция неправильная ведет к постепенному. Если человек невесты вообще не может нормально жить в семье, то человек в страсти, он вроде бы живет нормально. Все вроде нормально. Понимаете? Но идет постепенное истощение. Почему? Потому что человек все равно зациклен на себе, на моем. И эта зацикленность не дает возможности даже увидеть близкого человека. Понимаете? То есть, люди, когда зациклены на себе или на моем, они вроде бы живут вместе. У них вроде бы семья, дети, работа и все хорошо. Но они даже не могут по душам поговорить друг с другом, потому что этот разговор вызывает сразу раздражение. Почему? Потому что они не хотят слышать по факту про жизнь друг друга. Понимаете? Они хотят только про себя. Понимаете? То есть, люди, когда живут в страсти, они видимость создают такую, что у них все хорошо, что у них семья, они заботятся друг о друге. А в сердце они глубоко одинокие. Потому что близкий человек на самом деле не является верным человеком. То есть, он рядом с тобой пытается получить счастье. Если он чувствует, что он не может рядом с тобой получить счастье, то дальше что получается? В чем от благостной семьи различие? Человек в страсти, если он чувствует, что с тобой не может получить счастье, ему не важно, сколько детей. Он просто все бросает и уходит туда, где может получить счастье. Это значит, что близости никакой не было. Близость дает совесть людям. Если нет совести в жизни, нет Бога, нет глубины отношений, значит тогда нет верности, нет близости, нет гарантии, нет стабильности. Ничего этого нет. Ни квартира, ни дети, ни семья, ни работа, ни успех не помогут. Больше того, я вам скажу, больше того, знайте, что если вам, не дай Бог, Бог даст много денег, высокие положения в обществе, большой успех, то это разрушает у страстных людей семью еще гораздо быстрее. Потому что мужчины, когда они имеют много денег, несомненно, начинают гулять, несомненно, заводят себе телку. Да, именно телку, потому что это телесная концепция жизни, понимаете, телки и телки. Телесная концепция жизни. То есть люди, когда богатеют, они, ну как это называется, охрюнел, ну то есть, ну как свинья стал, понимаешь, охрюнел. Ну ладно, ну понятно, на кого заглядывать все, на стариков что ли? То есть, вы поняли или нет, что вы на мужиков сразу наелись? Женщины, что? Что женщины? Вот много денег, что женщина? Что дальше женщина делает? Что дальше женщина делает? Делает молодые. Нет. Женщина начинает лениться, начинает как бы в шмотки погружаться, начинает как сумасшедшие себе все покупать, начинает по концертам ходить, то есть, начинает развлекаться, вести такую очень праздную жизнь, понимаете, муж до свидания, семья до свидания, пускай нянечки занимаются, готовить мужа пускай будет служанка, то есть, она, понимаете, тоже и муж сто лет не нужен уже становится. Конечно, и женщина тоже приходит к разврату в этом состоянии, но гораздо позже. Женщины в основном погружаются в развлечения, когда есть деньги, а мужчина в баб. Я вам сейчас говорю о том, что сама концепция страстной жизни неправильная, она ведет человека по-любому к разрушению. Если денег нет, человек просто приходит к усталости. Стадии развития страстной жизни такие. Сначала люди вдохновлены, потом устают дальше, потом срыв происходит, и дальше или в благости, или в невежество, понимаете? А если успех пришел, то тогда растление происходит, то есть, человек по-любому уходит в невежество, потому что, когда бабы заводятся, это уже невежественная жизнь, это не страстная, понимаете? Это уже называется, что человек оборзел уже в жизни, у него ни совести, ни стыда нет. Понимаете? Поэтому я вам и говорю, что страстная концепция жизни успеху не приводит, она приводит к разрушению у человека в жизни. Теперь смотрите следующий вариант. Человек, допустим, не гуляет, ничего, но он, допустим, имеет власть и деньги, но он в страстной концепции неблагостно находится. К чему это приводит? К взяткам приводит, к теневым отношениям. И дальше, что к чему это приводит? Несомненно, мои хорошие, несомненно, это приводит к небу в клеточку. Это тоже невежественная жизнь. Как бы человек ни думал, что у него все получится, все равно небо в клеточку неизбежно, потому что пока у него хватает благочестия, что его не посадят, его не садят. Как только кончилось благочестие, все все узнают. Человек думает, что он вечно может все скрывать. Невозможно. Потому что человек срывает с помощью своих добрых дел. Как это происходит? Вот, допустим, человек совершил грех какой-то. Ну, изменил, допустим. Хочет, чтобы никто не узнал об этом. Это желание покрывается добрыми делами. Вот у тебя много добрых дел? Никто не узнает, что изменил. Но сама измена приводит человека к тому, что ему еще раз хочется изменить, и у него пропадает совесть. Понимаете? Вот это означает, что он переходит в другой слой жизни уже, невежественный. И постепенно он все вскрывается, потому что он продолжает этим заниматься. Понимаете? Любой поступок дальше влечет за собой цепь поступков. Это, ну, он сам заставляет человека так жить. Поэтому, когда человек убивает, он потом серийным убийцей становится. Понимаете? Когда человек изменяет, серийным изменщиком становится. Когда человек бухает, серийным бухарским становится. Что такое благостная жизнь? Эта концепция такая. Я хочу быть счастливым. Ну, все хотят быть счастливым. Но для этого я хочу дарить счастье другим. Я хочу работать над собой, развиваться. Хочу постичь смысл жизни. Я хочу быть успешным человеком. Но успех я понимаю по-другому. То есть успех для меня – это внутреннее развитие, которое потом переходит уже постепенно во внешнее. Вот смотрите, как действует невежественный человек. Он успех силой себе притягивает. Можно силой успех притягивать? Можно. Можно деньги силой притягивать? Можно. Если у тебя много сил, означает много благочестия с прошлой жизни. Ты можешь взять просто и стать сильным директором завода, там, кем угодно. Но веды говорят, пока благочестие есть внутри, ты можешь все возле себя держать. Как только кончилось, все улетело. Почему? Потому что ты совершаешь над следой насилия, ты все силой держишь, а это неестественно. Понимаете? Есть ли люди, допустим, которые являются естественным директором завода? Есть такие люди. Как он выглядит, такой человек? Он постоянно заботится о людях. Все его любят, он всех любит. И всем нравится, что он директор завода. Все говорят, живи долго, оставайся здесь, ты нам нужен. Понимаете? Это естественно. Это означает, человек в благости находится. Благость не означает нищета и бесштанная жизнь. Благость означает, что человек, страсть теперь, что такое страсть? Человек с помощью не силы, а своих усилий собственных пытается достичь благосостояния. То есть он пашет, как и шаг, он работает, и с помощью деятельности он пытается привлечь деньги. Какой результат? Силы заканчиваются, деньги заканчиваются. Он устает просто. Теперь, что такое благостная жизнь? Человек не стремится к деньгам, он знает законы, он знает, что если он будет работать над собой, помогать всем, радостно трудиться, уважать старших, уважать равных, уважать младших, уважать жену, то постепенно его благочестие копится, положение в обществе копится, и его, естественно, продвигают вверх. Ему дальше работать меньше надо, и он больше может пользы принести. Но понимаете, он должен знать, что если он дальше денежки поставит на первое место, а развитие на второе, то она уже страсть скатывается. Ну то есть надо, если ты в благости, значит в благости. То есть больше денег, делай больше добрых дел, много денег, построй мечеть, заботься о людях, построй школу, сделай добрые дела. Это не значит, что на последние деньги надо это делать. Пускай у тебя останутся деньги. Если у тебя есть деньги, ты их правильно используешь, Богу это нравится. Бог не запрещает быть богатым. Богатым означает, богатство означает, а Бога что-то, понимаете? Это энергия Бога, богатство. Поэтому успех означает вырваться из неправильной концепции жизни. Теперь давайте разберем эту неправильную концепцию жизни. Вообще, допустим, поговорим о страсти, о жизни в страсти. Допустим, женщина спрашивает меня, Олег Геннадьевич, что у нас не так? Вот мы жили нормально, все хорошо, дети, семья. Чего он ушел, так другой? Вот чего ему не хватало? Понимаете, жизнь в страсти всегда истощает людей. Ему не хватало то, что и всем не хватало. Вот вы начинаете жить вместе. Я вам сейчас расскажу, как энергия любви действует. Вот сначала люди живут вместе, и энергия любви что такое? Мне нравится человек, я наслаждаюсь ему. Как только пока я наслаждаюсь, что значит наслаждение? Значит, я истощаю всю эту энергию. Наслаждение значит, я наслаждаюсь им, истощаюсь, он наслаждается, мной истощается. Мы не служим друг другу, мы наслаждаемся, это другое, понимаете? Это означает, что скоро все кончится, энергия любви кончается. Люди где-то 3-4 года живут, балдеют, потом дальше 4-5 лет живут, терпят друг друга, потом копится искоменно уже, противным человек становится, и они расходятся. Все. Вот такая система. И с ней ничего не сделаешь, потому что люди в любовь не вкладывают. Для того, чтобы любовь вкладывать, надо служить. А чтобы служить, надо наполняться кем-то. Если ты служишь, служишь, тебе ничего не делается. Дает человек, тебе обидно. Для того, чтобы служить, бескорыстно действовать, нужно иметь силу откуда-то. А сила берется от природы, от добрых людей, означает, ты социально активным должен быть, всех любить, дружить со всеми, друзей в гости приглашать, сам в гости ходить. То есть, не сидеть возле компьютера, как бы, а жить активной жизнью, нормальной человеческой жизнью, всех любить, радоваться людям. Понимаете? И Бог должен быть в семье, молитвы должны быть, тогда совесть в семье есть, муж не пойдет гулять, потому что стыдно, неудобно. Ну, то есть, другими словами, понимаете, жизнь страсти означает люди зашоренные вот на этих внешних потребностях, то есть они, их чувство собственного достоинства повернуто на приобретение, то есть, надо работа, семья, дом, то, все, 5-10, детям надо в школу, надо то, надо все, надо, 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 все это для того, чтобы у нас все было хорошо, и это приводит последовательно к следующим стадиям. Первая стадия, у нас все нормально вроде, вторая стадия, устаем, третья стадия, надоели, четвертая, расходимся. Ну, или как бы, если в песне переводить, то проследим, как бы, жизнь четырех мушкетеров последовательно от начала и 40 лет спустя. первая стадия, начало. Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку, пока, пока, покачивая, периме на шляпах, судьбе не раз шепнем, мерси, боку. сорок лет спустя. Ну, уже все, как бы, истощился человек, так жить. Сколь дней осталось, как снять усталость, зеленоглазое такси, о-о-о, притормози, притормози, и отвези меня туда, о-о-о, где будут рады мне всегда. Система ясная? Понимаете, а человек, когда в благости живет, чем он наслаждается? Он наслаждается всем. Понимаете, люди в страсти замкнуты друг на друге. Они не могут жить радостно, потому что они, их эгоизм или желание счастья друг от друга их замыкает, отрывает от этого мира, от природы, от добрых людей, от Бога. И люди становятся зашоренными, понимаете, в упряжке беговые псы, потому что они только семья-дом, семья-дом. Они даже родственников не могут увидеть, потому что им некогда, они собой заняты, какие родственники. Люди дичают, понимаете, и разрушают свою жизнь. А вот жизнь в благости совсем другая, прямо противоположная жизнь. И она не исключает успеха в обществе, потому что успех в обществе зависит от благочестия. Давайте разберем эту тему, что такое благочестие. Вот, допустим, человек рождается, у него очень красивый голос, хорошая речь, хорошая память, хорошая проницательность, сильно чувство собственного достоинства держится в центре. Он очень терпеливый, его не выведешь из равновесия такого человека. Он имеет очень сильную внутреннюю позицию, он имеет хорошее здоровье, хорошую работоспособность, у него возможность видеть людей, понимать, кто есть кто. У него природные способности, допустим, логического мышления, у него хорошая семья, аристократическая и так далее. Это все, я вам разные виды благочестия рассказываю, которые рождаются от добрых дел в прошлой жизни. Понимаете? Благочестие дает человеку сразу успех и хорошее положение в обществе. Теперь, если у вас этого нет, то вы можете это получить. Как только человек начинает птичек кормить, всем желать счастья, соседям пирожки приносить на площадке, ставить коробку с конфетками, то есть постоянно настроен, понимаете, психику свою разворачивают, силой воли своей разворачивают на служение другим, то этот человек копит свое благочестие и, несомненно, он станет успешным человеком в жизни. Несомненно. Это просто вопрос времени, понимаете? Когда он станет успешным, потому что чем больше у него благочестия, тем больше чувства собственного достоинства, тем больше способностей, тем больше понимания, чем заниматься в жизни и так далее. Знаете, вот у нас есть клуб «Благость», можете, кстати, стать участником этого клуба, там как раз учатся быть человеком хорошим. И что только они не вытворяют в этом клубе, учатся жить счастливо на полной жизни. Приведу пример. Допустим, в Екатеринбурге сделали такую акцию, стоят шариками люди, человек проходит, ему говорят, хочешь шарик? Бесплатно. Он говорит, хочу. Напиши маме, я тебя люблю. Маме написать, я тебе... Да, смс-ку пошли маме, я тебе шарик дам. Тот прикалывается, ну сейчас попробую. Пишет маме, я тебя люблю. Вот вам шарик. Если напишешь, жене, я тебя люблю, еще шарик получишь. Представляете, сколько вы получите позитива от такой деятельности. то есть вы будете счастливы, то есть чего вы добиваетесь в этом? Добиваетесь того, что у вас шариков не останется, да? Так думают люди в страсти, а в благости люди понимают, что как бы шариков не хватает не здесь, а вот здесь. Понимаете? Надо здесь шарики копить. Ну то есть когда человек настроение получил хорошее, это самое большое достояние, то есть он видел много глаз благодарных, много людей добрых, он понял, что этот мир прекрасен, люди все прекрасны, у него столько хороших опыта. Или пошли, допустим, в детдом, покормили, ну то позаботились о детях, о нищих позаботились, о пожилых людях позаботились, поубирали улицу там и так далее, пожелали всем счастья вместе, обсудили лекцию. У нас есть молитвенные ретриты, все клубы благость по всему миру собираются, я даю настройку, все вместе помолились, обсудили, что произошло и так далее, понимаете? Ну то есть, хорошо, скажете, Олег Геннадьевич, вы меня заманиваете. Хорошо, я вас заманиваю в ваш храм. Не хотите в клуб благость, идите в свой храм. Там прибелитесь, убелитесь, помойте, свечку поставьте, помойте, попойте, допустим, песнопения мусульманские и так далее. Понимаете, живите наполненной духовной жизнью и вы почувствуете, как вам станет хорошо. Вы увидите, что это другой совсем мир, другая жизнь. Но сначала начинайте с того, что психику и свое тело растормозите, то есть, нужна природа, нужен здоровый образ жизни. Поймите, что все хорошо, и йога хорошо, и бег хорошо, и пост хорошо, и также силовые упражнения нужны. Я тоже этим занимаюсь, вижу, какая потребность и польза в этом есть. Когда в спортзал прихожу, то вижу там, что там девушки очень подтянутые, красивые, парни такие красивые, все очень хорошо, радостно общаются, у них всех хорошее настроение. Это признак правильного образа жизни. Понимаете, движение жизни, начинайте с этого. Завтра мы с вами будем разговаривать про, больше будем говорить про работу чувства собственного достоинства, про благочестие, как благочестие меняет жизнь человека. Вот, мы будем говорить с вами о дистанции в отношениях, о том, кто такой старший, кто такой младший. Мы будем говорить с вами о воспитании детей. И в целом об успехе в жизни, о победе над судьбой. Вот, а сегодня я хотел бы какое-то время оставить, чтобы вы позадавали вопросы именно по двум сегодня, двум дням лекций. Не по своим проблемам, а именно по лекциям. Если вы будете по своим проблемам спрашивать, я не буду вам давать слово. Ваш вопрос? Молодой человек, да? Потому что нужно разбираться, сейчас много информации пришло, нужно сейчас об этом порассуждать чуть-чуть, чтобы вы... Добрый вечер. Хочу поблагодарить, что вы посетили наш город. Я хочу поблагодарить, что вы посетили этот зал друг друга, наполнили радостью, что вы все удивительные люди, красивые. Вот, девушка, встаньте, пожалуйста. на первом ряду. Да? Развернитесь. Завтра, чтобы все женщины так пришли. Садитесь. Святая, ну вы женщины или кто? Надо украшаться, красивыми быть. Женщины должны быть красивыми. Естественно, красота, цветы, любовь, понимаете? Это женщина. Почему трудно выйти замуж? Красивая женщина может выйти замуж легко, если она культивирует внешнюю, внутреннюю красоту. Конечно. А внешне тоже не помешает. Мой вопрос заключается в том, что вы вчера говорили про энергию, и за каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина. и, ну, я тоже интересуюсь энергетическими практиками. У меня вот такой вопрос давно, я не могу найти ответ. Ну, просто, скажем так, интима с мужчиной и женщиной. Некоторые женщины бывают, что подзаряжают энергию, а некоторые наоборот могут забрать эту энергию. Как на уровне, допустим, общения определить мужчине, ну, какая перед ним женщина? Какая будет забирать, какая отдавать, да? Сразу так, оп, с глядом, да. А это отличный ответ. Ответ такой, вы Бога не обманете, что вам положено, то и получите. Положено страдать, женщины будете страдать. Положено наслаждаться, будет наслаждаться. Энергетические практики вам в этом не помогут. Потому что чем больше вы гуляете по женщинам, тем больше вы теряете свое благочестие найти себе хорошую жену. Потому что хорошую жену может найти тот мужчина, который держится либо ад. И та женщина, которая держится И запомните, обмен энергиями даже на половом уровне между мужчиной и женщиной означает чистота. Только чистый человек может насладить другого человека. Любая грязь, любой разврат, как бы вы ни назвали это, энергетическими практиками, чем угодно, всегда приводят к осквернению и поражению в жизни. Поэтому в древней культуре мужчины до жених бы держали целибат, женщины держали целибат и благодаря чистоте своей и любви у них включались на всех уровнях чистые отношения, которые приносили счастье. Все остальное есть, есть совместимость телесная между мужчинами и женщинами, но она, эта совместимость еще хуже, понимаете? Потому что если, допустим, вы найдете себе, как вы ищете сильно женщину, которая вас сильно будет на половом плане вдохновлять, то это для вас будет сильнейшим поражением в жизни. Потому что когда такая женщина появится, вы привяжетесь к ней, потому что именно половые отношения привязывают людей таким канатом, что человек теряет возможность служить, он становится зависимым, понимаете, от человека, зависимым и несчастным. Ну и дальше разлука уже, потому что женщина такую зависимость не выдержит. И чем больше вы наслаждаетесь на половом плане женщин, тем больше опасности этой привязанности болезненной, и тем больше опасности разрушения семьи. Но вам это понять, то, что я сказал, предстоит еще не скоро. Потому что желания мешают. Есть вещи, которые мешают понять истину. Это желания. Они отводят человека от правильного понимания. Желания заставляют слушать тех, кто желания подпитывает. А я не подпитываю желания. Потому что я уже старый ободранный пес. Я буду говорить только правду всем. Мне не нужна ни популярность, ни деньги, ни ваше уважение ко мне. Мне нужна только радость, которая исходит из моего сердца, от Бога, когда я говорю вам то, что надо знать вам. И все. А если говорить о любви, об отношениях, то женщина это не объект для того, чтобы наслаждаться ей. Она может подарить наслаждение, это факт. Но она может подарить и жуткие страдания также. Но это мужчина должен об этом знать. Поэтому мужчина должен учиться заботиться о женщине, а не думать о том, как ей наслаждаться. Как заботиться о женщине? Если у вас будут мужчины, такое отношение к женщине, то в остальном у вас тоже все будет энергетически хорошо. Понимаете или нет, о чем я говорю? А если женщина это станок для наслаждения, тогда вы получите другой результат. Потому что женщина имеет три энергии в себе. Первая энергия называется энергия супруги Господа или энергия счастья и процветания. Она дается тому, кто служит Богу и забыл про себя. Вторая энергия женщины – это энергия знания. Она дается тому человеку, который учится правильно жить. Третья энергия женщины – это энергия проклятия и наказания. И она дается тому, кто использует тело женщины для собственных наслаждений. Как бы человек ни пытался убежать от этого, если женщина для него станок для наслаждения, значит, он скоро получит от нее такие истерики, такую жесть, что мало ему не покажется. И она сама ничего с этим не сможет сделать. Потому что через женщину идет сила, она с ней ничего не может сделать. Поэтому мужчина, который считает женщину просто орудием для своего наслаждения, будет всегда страдать в отношениях с ней. И это страдание никогда не закончится, пока он не поймет, что перед ним божественное существо, которому надо служить, которому надо заботиться. И это служение даст благодарность в виде счастья отношений с ней. Это уже другой вопрос. Спасибо вам большое за то, что вы приезжаете, торчат к нам в Казань. Я очень благодарна вам. Я часто приезжаю. Пореже приезжаю. Потому что вы говорили в прошлом году, что вы приезжаете раз в два года. Я так счастлива, что вы приехали на следующий год. Потому что благодаря вашим лекциям моя жизнь однозначно меняется. Я прям искренне вам благодарен. Вот такой вопрос. Вы говорили о том, что если женщина успешна в семье, то есть выкладывается. Да, так у вас и есть. Да, да. Я знаю, что у меня очень хорошая семья. Но сейчас я чувствую, что меня очень тянет в бизнес. Да, и там получится все. И причем я чувствую, что как бы там должен быть такой, знаете, масштаб такой. Да, однозначно будет масштаб. Это моя идея или это как дорога? Я прям чувствую, что меня тянет в эту именно масштабность. Да, пожалуйста. Все отлично. Все хорошо. То есть это нормально? Вы успешный человек. Вы живете правильной жизнью. Вы развиваете. Благочестие увеличивается. Сила увеличивается. Чувство, что делать, тоже возрастает. Все идет по плану. Все нормально. Спасибо вам большое. Видите, она говорит, таким должен быть человек. Всем подарила счастье. Пять минут поговорила, все. Так и должен жить человек. И все. Мой хороший, вам каждый день я должен вас спрашивать, да? Нет? По лекциям у кого есть вопросы? Вас, да? По лекциям у вас, да? Вот у девушки в белом на первом ряду. На первом ряду. Спасибо вам большое за лекциям. Спасибо за лекциям, спасибо за лекциям, потому что я сейчас как на сметану. Я сметана? Я люблю сметану. Супер вопрос. Для чего преодолевать судьбу? Запомните, судьба, ну так же, зачем лечить болезни там? Судьба дана только для того, чтобы мы ее преодолевали. Она счастлива, когда мы ее побеждаем. Понимаете? То есть судьба дана только для преодоления, не для терпения, не для мучений, не для страданий. Она дана только для того, чтобы мы ее побеждали, стали сильными, счастливыми. И в этом цель человеческого существования заключается. Чтобы мы стали самодостаточными, сильными, счастливыми и победителями в этом мире. И женщина, и мужчина должны быть победителем. Просто это разные победы. Человек не должен быть больным, униженным и несчастным. Это означает, что он неправильно живет. Больше это ничего не означает. Даже когда человек уходит из жизни от тяжелой болезни. Я видел это, Господь мне все это показал. Понимаете? Я видел, как человек от рака уходит из жизни с улыбкой на лице. И уходит в духовную реальность потом. Понимаете? Потому что он с молитвой уходит. Рассказать вам эту историю? Я когда жил в святом месте, то мне приходилось лечить разных людей, в том числе святых людей. И один очень возвышенный человек, одна его дочь пришла ко мне. Говорит, полечите, пожалуйста, моему папу, потому что он болеет раком лимфатических узлов. И он ничего не соображает уже. У него метастазы по всему телу. Я хочу, чтобы вы ему попытались помочь. Я говорю, я не смогу ему помочь. Она говорит, ну вы попробуйте. Мы будем молиться. Я пришел, там есть такие методики лечения рака с помощью коры деревьев. То есть я поискал, много там в Индии, много разных деревьев. Поискал такое дерево, корак, которого, как бы мне казалось, должна ему помочь. Я начал привязывать к его ногам, рукам эту кору свежую. И у него начали рассазываться метастазы. Многие лимфоузлы раковые были на поверхности, потом было очень хорошо видно, как они уменьшались. То есть первым у него рассосались метастазы в голове. И он перестал быть без памятствий. Он полностью начал соображать, все понимать. И он даже начал подниматься, там ходить потихоньку. То есть он начал восстанавливаться. У него появился румянит на лице, там хорошее настроение, пищеварение налажится начало. И я ему сказал тогда, говорю, я рад, что вы выздоравливаете. Он посмотрел на меня и говорит, я еще не знаю, выздоравливаю или нет. Потому что я не знаю планов Бога по отношению ко мне. Может быть он хочет, чтобы я был где-то в другом месте. Я не понял юмора, как бы вообще человек как рассуждает. Потому что он говорил об этом абсолютно спокойно. Как будто бы речь не шла о его собственной жизни. Понимаете? Через несколько дней в молитве он увидел, что Бог хочет его забрать. Он мне сказал, ты можешь меня лечить дальше, если хочешь. Но я знаю точно, что очень скоро я уйду из этого мира. Потому что на меня есть планы в другом месте. Я не понял вообще. Я говорю, я буду вас лечить, я считаю, что вы должны выздороветь. Он говорит, я тоже так считаю. Лечи, все нормально. Прошло несколько дней, и моя кора перестала на него действовать. Я ее ставлю, ему становится хуже. Мы попробовали несколько раз и сняли это все. Еще через пару дней он знал точно время своего ухода. Он сказал это время всем. И когда это время пришло, это был вечер. Собралось много его друзей. То есть там было святое место, много, очень полная комната людей возвышенных. Дальше начались молитвы. И во время этих громких молитв с открытыми глазами, с состоянием радости и счастья на лице, с улыбкой на лице, вот так вот видя духовную реальность, этот человек ушел из жизни. Перед уходом он мне сказал спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность уйти из жизни в полном сознании. Запомните, когда человек уходит из жизни и думает о Боге, о чистоте и свете, то он достигает чистоты и света. Поэтому поражения нет ни в чем. Если человек способен понять правильно, что такое жизнь, понимает, что она вечную природу имеет, то поражения нет ни в чем, даже в том, что человек уходит от тяжелой болезни. Поражение заключается в том, что мы теряем себя, мы боимся смерти, боимся болезни, боимся тяжелой судьбы, понимаете? Бояться ничего не надо. Чаще всего люди вылечиваются. Но иногда те люди, которые не могут вылечиться по какой-то причине, или те люди, которых Бог хочет забрать, уходят из этого мира. Поэтому знайте, что в этом мире все предназначено только для победы, даже страдания. Это испытание, да. Это путь, состоящий из испытаний. И в судьбе все планируется очень далеко и тщательно. Вот, например, в прошлой жизни, я об этом узнал в молитве, потом во сне Господь мне показал это, я ушел из жизни в концлагере. Это было где-то возле Румынии. И в это время, когда я уходил из жизни, я сильно хотел помогать людям и победить судьбу. Две вещи, которые я хотел, я видел страдания людей, хотел избавиться от того существования, в котором я находился. С этими мыслями я ушел из жизни. И это дало импульс с самого детства для меня, чтобы я помогал людям и побеждал судьбу. Ну, то есть, не надо думать, что сама смерть является чем-то плохим, если у Бога есть глубокий замысел на каждого из нас. Может быть, прошлая жизнь кажется неудачной, потому что это произошло в молодом возрасте, я ушел из жизни. Но если смотреть на две жизни, то получается очень даже неплохо, потому что с рождения человек получает импульс к развитию уже очень сильный. Поэтому, как бы, не думайте, что замысел Бога плохой. Он просто гораздо длиннее, чем мы можем себе представить, понимаете? У него свои планы на каждого из нас. Ваши вопросы? Да? Марш будет потом мужчина, не волнуйтесь. Да? По поводу планов. По поводу, спасибо большое за то, что вы приехали сказать. По поводу планов, он очень часто, даже когда все прошло, по каким-то чувствам отмечения. Это сослали. Понимаете, дело в том, что мы говорим сейчас о каким-то глубоких, сокровенных вещах вашей судьбы, правда? Мы не говорим в целом о лекции. Я вам объясню, откуда идут эти ощущения. Вы ушли из жизни, в прошлой жизни, в глубокой депрессии. Понимаете? Эта депрессия сейчас с вами рождения, с вами живет. Вам ее можно победить только с помощью очень глубокой памяти о Боге. Понимаете? То есть, если вы хотите понять причину, почему вам так одиноко и темно в жизни, потому что в таком состоянии вы ушли из жизни, в прошлой жизни. То есть, допустим, человек боится стра, боится высоты, это значит, что он в прошлой жизни при падении с высоты ушел из жизни. Если человек боится замкнутого пространства, то в замкнутом пространстве. Боится огня, значит, сгорел. И так далее. Понимаете? Ваша основная эмоция ухода – это депрессия, нежелание жить. И так как вы, ну понимаете, жизнь бесконечную природу имеет, человек, уйдя из жизни, не избавляется от проблемы. В следующей жизни, какая проблема была, с ней он и появляется на свет. И дальше ее надо решать. Поэтому сосредоточьтесь на Боге, а не на своей проблеме. И вы избавитесь от нее в этой жизни. Почувствуйте раскрытие в сердце, гармонию со всеми людьми, отсутствие одиночества, легкость и счастье. Это будет результатом вашей победы. Это обязательно придет в вашей жизни, если вы будете мыслить правильно, потому что вы сосредоточены на смерти, а не на жизни. Когда человек сосредоточивается на проблеме, он сосредоточивается на смерти. Когда человек сосредоточивается на звуки святых, на добрых делах, на природе, добрых людях, он сосредоточивается на жизни. Сосредоточьтесь на жизни, и вы победите судьбу. Субтитры сделал DimaTorzok